Я поэт Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковский Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых Мне при жизни с вами сговориться б надо Скоро вот и я умру и буду нем После смерти нам стоять почти что рядом Вы на П, а я на М Ненавижу всяческую мертвичину Обожаю всяческую жизнь Маяковский, я сам Родился 7 июля 1894 года Или 93-го Мнения мамы и послужного списка отца расходятся Во всяком случае не раньше Родина, село Багдады Кутаистская губерния, Грузия Отец Владимир Константинович Багдадский лесничий Мама Александра Алексеевна Сестры Люда, Оля Других Маяковских По-видимому, не имеется Из воспоминаний Людмилы Владимировны Маяковской Сестры поэта Сейчас эти комнаты мемориальные Они кажутся темными, потому что деревья, растущие недалеко от окон Сильно разрослись Мы очень любили Грузию Ее народ Все говорили по-грузински Но наша семья крепко хранила язык Традиции И обычаи своих предков Переехали Из Багдад в Кутаиз Экзамен в гимназию Выдержал Приготовительный Первый и второй Иду первым Весь в пятерках Читаю Жюля Верна Вообще фантастическая Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника Учит даром 1904 год Русско-японская война Читаю все Безотчетно взвинчен Восхищают открытки крейсеров Увеличиваю и перерисовываю 1905 год Первая русская революция Приехала сестра из Москвы Восторженная Тайком дала мне длинные бумажки Нравилась Очень рискованно Это была революция Это было стихами Стихи и революция как-то объединились в голове Умер отец Уколол палец Сшивал бумаги Заражение крови После похорон у нас три рубля Двинулись в Москву Двинулись в Москву Зачем? Даже знакомых не было Сняли квартиренку на Бронной С едами плохо Я и две сестры учимся Маме пришлось давать комнаты и обеды Комнаты дрянные Студенты жили бедные Социалисты Денег в семье нет Пришлось выжигать и рисовать Перевелся в четвертый класс пятой гимназии Единицы Слабо разноображиваемые двойками Под партой антидюринг Билетристики не признавал совершенно Философия Гегель Естествознание Но главным образом марксизм Помню отчетливо синенькую ленинскую Две тактики Нравилось, что книга срезана до букв Для нелегального просовывания Эстетика максимальной экономии Из воспоминаний Александра Алексеевны Матери поэта Он ходил в гимназию Но занят больше был другими делами Читал Вел пропаганду среди рабочих Ему исполнилось 14 лет Был конец 1907 года В квартире у нас была явка Встречались партийные товарищи Среди них Володя был как равный Меня ж из пятого вышибли класса Пошли швырять в московские тюрьмы 1908 год Вступил в партию РСДРП большевиков Пропагандист Пошел к булочникам Потом к сапожникам И наконец к типографчикам Звали товарищем Константином 29 марта 1908 года Нарвался на засаду Ел блокнот С адресами И в переплете Вышел С год партийная работа И опять кратковременная ситка Взяли револьвер Московское охранное отделение 1908 год Наблюдение за Высоким Маяковский Владимир Владимирович Высокий проживает в доме Бутюгиной В 11 часов 20 минут вышел из дома И пошел в городские номера По Никольской улице Где пробыл 35 минут Высокий проживает Вышел Пробыл Ночевал Встретил Третий арест Меня забрали Сидеть не хотел Скандалил Переводили из части в часть И наконец Бутырки Одиночка номер 103 11 Бутырских месяцев Важнейшее для меня время После трех лет теории и практики Бросился на билетристику Прочел все новейшее Разобрала формальная новизна Но было чуждо Темы, образы не моей жизни Попробовал сам писать так же хорошо Но про другое Вышло ходульно И ревплаксиво Спасибо надзирателям При выходе отобрали А то б еще напечатал Вышел взбудораженный У меня уже и сейчас Правильное отношение к миру Только нужен опыт в искусстве Я должен пройти серьезную школу Я прервал партийную работу Я сел учиться Сидел на голове год Поступил в училище живописи Вояние и зодчество Единственное место Куда приняли без свидетельства О благонадежности Работал хорошо Удивило Подражателей лелеют Самостоятельных гонят Рев инстинктом Стал за самостоятельных В училище появился бурлюк Вид наглый лорнетка Ходит напевает У него гнев обогнавшего Современников мастера У меня пафос социалиста Знающего неизбежность Крушения старья Родился русский футуризм Из воспоминаний писателя Корнея Чуковского Отношение мое к футуристам Было в ту пору сложное Ненавидел их проповедь Но любил их самих Их таланты В моих глазах Они были носителями Ненавистных мне Нигилистических тенденций В поэзии В то же время Многие их вещи Были в моих глазах Зачастую подлинными Произведениями искусства А Маяковский В немногих стихах Которые опубликовал К тому времени Представлялся мне Совершенно иным Чем вся группа Его сотоварищей Сквозь эксцентрику Футуристических образов Мне чудилась Подлинная человеческая тоска Несовместимая Шумной бравадой Его эстрадных высказываний Это душа моя Клочьями порванной тучи В выжженном небе На ржавом кресте колокольни Я одинок Как последний глаз У идущего к слепым человеку Маяковский Я сам Костюмов У меня не было никогда Было две блузы Гнуснейшего вида Испытанный способ Украшаться галстуком Нет денег Взял у сестры кусок Желтой ленты Обвязался Фурор Ездили России Вечера Лекции Губернаторство Настораживалось В Николаеве Нам предложили Не касаться Ни начальства Ни Пушкина Часто обрывались Полиции На полусловие доклада Издатели Не брали нас Капиталистический нос Чуял в нас Динамитчиков Это время Завершилось Трагедией Владимир Маяковский Поставлено В Петербурге Лунопарк Просвистели Ее До дырок Из воспоминаний Корнея Чуковского Зимою 1913 Года Мы смотрели Трагедию Маяковского Владимир Маяковский В которой Главную роль Исполнял он сам Театр был Набит До последней возможности Пришли Ужасаться Негодовать Свистеть А услышали Тоскующий Лирический голос Жалующийся На жестокость И бессмыслицу Окружающей жизни В этот день Стало ясно Что в России Появился Могучий поэт С огромной Лирической силой Из воспоминаний Марии Федоровны Андреевой В 1918 Году Я видела Маяковского На сцене Должна сказать Что он был бы Великолепным актером Если бы он Этим делом Занимался Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах, закройте Закройте глаза газет Чувствую мастерство Могу овладеть темой Вплотную Ставлю вопрос о теме О революционной Думаю над облаком в штанах Поехал в Мустамяке Максим Горький Читал ему части облака Расчувствовавшийся Горький Оплакал мне весь жилет Расстроил стихами Я чуть загордился Из воспоминаний Марии Федоровны Андреевой Жены Горького Алексей Максимович Восхищался Маяковским Хотя беспокоила его немножко Если можно так выразиться Зычность поэзии Владимира Владимировича Помнится, как-то он ему Даже сказал Посмотрите Вышли вы на заре И сразу заорали Что есть силы мочи А хватит ли вас День-то велик Времени много Напечатал флейту позвоночника И облако Облако вышло перистое Цензура в него дула Страниц шесть Сплошных точек Облако в штанах Считаю катехизисом Сегодняшнего искусства Долой вашу любовь Долой ваше искусство Долой ваш строй Долой вашу религию Четыре крика Четырех частей Где глаз людей Обрывается куцей Главой голодных орд В терновом венце революции Грядет шестнадцатый год А я у вас Его предтеча Принимать или не принимать Такого вопроса для меня и для других москвичей-футуристов не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал, все, что приходилось. Мистерия Буфф. Впервые в истории мировой революции дана пьеса, идентичная ходу всей мировой революции. Я видел, какое впечатление производит мистерия Буфф на рабочих. Она их очаровывает. Луначарский. Нарком просвещения. КОНЕЦ Гражданская война. Поставить на ноги все. Мобилизовать все силы на помощь фронту. Ленин. Нужно, чтобы рабочие на каждом собрании ставили себе вопрос, чем мы можем помочь транспорту. Ленин. Напрягите все силы. Следите внимательно за подкреплениями. Мобилизуйте поголовно прифронтовое население. Следите за политработой. Ленин. Из воспоминаний художника Черемных. Наши окна-сатиры были везде. На фронтах и на станциях. События сменялись одно другим, и на каждое мы откликались. После прихода Маяковского стихи для окон стал писать только он один. Были случаи, что он писал до 80 тем в день. Пока наша группа делала плакаты на первые темы, он успевал написать остальные и сам начинал рисовать. Это новое искусство родилось в тяжелое время для республики. В звоне лозунгов и в пятнах красок. Голос из зала. А как же футуризм? Октябрьская революция отмежевала нашу группу от многочисленных футурообразных, ушедших от революционной России. И оформила нас в группу коммунистов-футуристов. Наш лев, левый фронт искусства, это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Поэтическое приложение. Агитка и агитко-хозяйственная реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю рекламу поэзией самой высокой квалификации. Из воспоминаний художника Родченко. Маяковский не только писал текст. Он сам рисовал рекламные лупки, этикетки, плакаты. Рисование было для него отдыхом. И он делался в эти минуты особенно ласковым и нежным. Из воспоминаний поэта Николая Асеева. Очень он был предан друзьям. Самый милый человек был ему тот, кто умел дружить без расчета, без оглядки. Он не раз говорил, что друг тот, кто ни в чем не изменит. Даже в таких обстоятельствах, когда это не измена даже, а просто несогласие во взглядах. В дружбе не может быть несогласия. Так было с Лилей Юрьевной Брик, главной героиней многих стихов Маяковского. Короной кончу, святой Еленой. Буря жизни оседлав валы, я равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы. Быть царем назначено мне. Твое личико на солнечном золоте моих монет велю народу, вычекань. А там, где тундрой мир выленил, где с северным ветром ведет река торги, на цепь нацарапаю имя Лилина и цепь исцелую во мраке каторги. Звонок от ожогов уже визжит. Добила раскален аппарат. Больна она. Она лежит. Беги, скорей, пора. Может, может быть, когда-нибудь дорожка из зоологических аллей, и она, она зверей любила, тоже вступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке на столе. Она красивая. Ее, наверное, воскресят. Воскреси хотя бы за то, что я поэтом ждал тебя, откинув будничную чушь. Воскреси меня хотя бы за это. Воскреси. Своё дожить я хочу. Из воспоминаний писателя Шкловского. Маяковского многие поправляли, руководили. Много ему объясняли, что надо и чего не надо. Все ему объясняли, что не надо писать про любовь. А он не оставлял своей души, как оставляют пальто в передней. Он поднимал простейшую тему, сливая ее с темой революции. Вы усвоили манеру разговаривать под тихий шелест страниц романов, а мы привыкли говорить под громкий шелест газет. И естественно, что у нас другое отношение к действительности. Из воспоминаний корреспондента «Комсомольской правды» Розенфельда. Маяковский сотрудничал в 35 газетах и 57 журналах. Он открыто гордился тем, что постоянно, как рядовой сотрудник, работает в газете. В разговорах он часто произносил «Я газетчик, говорю вам, как газетчик». Довольный собой, он шагал в секретариат, когда у него был материал в номер. Вчера я случайно прочитал в известиях стихотворение Маяковского на политическую тему. «Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». Ленин. «Если Ильич уже признает, что мое политическое направление правильно, выходит, что я делаю успехи в коммунизме. Это для нашего брата самое насущное, самое главное». Маяковский. Владимир Ильич Ленин. Поэма. «Он, как вы и я, совсем такой же. Только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожу, да насмешливей и тверже губы, чем у нас. Отчего ж, стоящий от него поодаль, я бы жизнь свою глупее от восторга заодно б его дыханье отдал. Он в черепе сотней губерний ворочал. Людей носил до миллиардов полутора». Из воспоминаний партийного работника Малкина. «Неизгладимо запечатлялось у меня в памяти чтение Маяковским поэмы «Ленин» в Большом театре в траурную ленинскую годовщину. Весь зал, глубоко взволнованный, слушал эту прекрасную поэму и буря аплодисментов приветствовал Маяковскому. Я уезжаю за границу как хозяин посмотреть и проверить западное искусство. Искусство должно идти и служить массам. Еду вокруг земли. Начало этой поездки – последняя поэма из отдельных стихов. На тему «Париж». Из воспоминаний писательницы Лидии Сейфулиной. «Для Маяковского в Париже его почитателями было откуплено на один вечер большое кафе «Вольтера». После выступления Владимир Владимирович вышел, окруженный такой восторженной охраной, что немедленно отступил отряд конной полиции. И на площади Парижа я услышала такую же громкую хоровую декламацию, в какой когда-то в Москве участвовала сама. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Изъездил в Мексику, США, куски Франции и Испании. Результат – книги, публицистика проза, мое открытие Америки и стихи. Вокруг земли не вышло. Во-первых, обокрали в Париже. Во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь колеся. Но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. Хорошо, считаю программной вещью, вроде облаков штана для того времени. Хвалить не заставит ни долг, ни стих. Всего, что делаем мы, я пол Отечества мог бы снести, а пол отстроить умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке Буден, Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Из воспоминаний поэта Асеева. Нам было многое непонятно в поступках Владимира Владимировича. Главное, что мы не представляли, как горько у него порой было на душе. Недоброжелательство, обвинение в непонятности, в недоходчивости его стихов для рабочих. Я драться не смею, отвечал он на вопрос, почему все это терпит. Если начну, то убью. Так коротко определял он и свой темперамент, и свою массивную силу. Он был беззащитен от наглости и хамства. Живая, взволнованная Москва, чуждая мелким литературным спором, стала в очередь к его гробу, никем не организованная, стихийно, сама собой признав необычность этой жизни и этой смерти. И живая, взволнованная Москва не поверила его смерти. Не верит и до сих пор. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok